Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в тук-тук-тук или кнок-нок по-английски. В предыдущей серии мы встретили нового страшного монстра, поэтому надевайте наушники. Я думаю, будет очень-очень плохо. Мы находимся снаружи своего дома, мы погуляли по лесу и встретили непонятное, то есть мы встретили девочку-призрака, в итоге у нас была странная картина, но я не буду описывать, это сложно описать. Давайте просто пытаемся пережить еще одну ночь. Ну что, здравствуй. Что же у нас происходит? Дом сегодня не такой большой. Мне все стало ясно, это действительно лунатизм. Должно быть, я сам перепрятал дневник. Спящий. Мне тоже надо перепрятать наушники, провода от них, а то кошка выдернет. Дом и множество мест, куда я с детства прятал спрятанные находки, придется проверить их все, ведь я действовал бессознательно. Как-то странно, сегодня у нас расположены комнаты, вы заметили, что когда мы прячемся ночью, дом каждый раз разный, а днем он один и тот же. И это довольно странно. Кругом полно этих отпечатков, грязи. И вы знаете, что ничего хорошего из этого не получится. Давайте сначала постараемся разобраться с верхней частью дома. Вроде бы все знакомо, но снова как-то не так. Что изменилось? Или я действительно переутомился? Память. У меня совсем не кудышная память. Этот герой мне напоминает меня в последнее время. Хорошо. Тебе есть что вспомнить в этой комнате? Нет? Ну и ладно. Пойдем дальше. Мне кажется, там наверху будет что-то хорошее. Так, вспоминай, родной. Вспоминай. Ничего полезного. Вспомнил? Вот здесь жил кто-то маленький. Вот здесь? В пустой комнате? Ну ладно. Где же дневник? Может быть здесь... Эй, отзовись. Мне не нравится этот топот. Это что-то новенькое. Хорошо. Это очень странная комната. Есть что-нибудь? К сожалению, ничего. Но лампы потухли. Поэтому придется... Постараться снова. Нет, она просто потухла. Но мы можем что-то вспомнить здесь. Хорошо. Человеческий мозг. Что же тут произошло? Что-то подсказывает мне, что не стоит в этом копаться. И здесь мы можем вспомнить что-то. Ага, это место я помню. Тут у меня тоже был один тюнячок. Давай, давай. Это нам поможет. Мы довольно неплохо справляемся. Говорят выключать лампы. Я не буду этого делать. И где же твой тюнячок? Здесь странный воздух. Отпечатки босых ног. Земля подсохшая, но сырая. Что это? Я что, в самом деле ходил во сне? В лесу? Этого еще не хватало. По-моему, тут не... Тихо. Тут не только ты ходишь босыми ногами. А что, если все эти монстры, это лишь плоды нашего воображения? И что вот это еще такое? Так, а тут что? Ничего? Ладно, давайте вниз в темноту. Еще немного света. И снизу у нас не очень хорошее место. И мы пойдем сейчас прямиком туда. Но сначала разберемся тут. Так, быстрее, быстрее чини, быстрее, пока не полезло всякое нехорошее. Вот так. Нас маленько откинуло, но теперь у нас есть вот такая штука. Так что все, все оправдано. Что? Стоило того, нет? Какого черта? Я всегда знал, что выход — это мнимость. Там снаружи нет ничего хорошего, только ужас, хаос и мрак. Ну что ж поделать-то? Придется как-то убираться отсюда, я так понимаю. После этого ночь начнется с самого начала. Это нехорошо, меня это не радует. Как же выйти-то? Здесь что-то есть. Что? Да, мы вернулись на начало. Допустим. Этот глаз на меня плохо воздействовал. Ну что ж, дом преобразился. Все время снится один и тот же сном. Мне постоянно снятся кошмары. Что-то о какой-то пропаже. Каждый раз я мгновенно забываю его. И хорошо. Хорошо. Проклятое место. Так, разберемся сначала с той стороной. У меня не очень хорошие воспоминания насчет этого места, поэтому я и хочу с ним побыстрее закончить. Так, здесь у нас что-то было. Допустим, вот это. Отлично. Уже хорошо. Здесь ничего. Сюда ты хочешь лезть? Ну и ладно. Меня это полностью устраивает. Ладно, проводим зачистку, как всегда. Ребенок. Разве тут был ребенок? Я не помню. Нет, не помню. Забыл. Ну вспоминай тогда. Давай, родной косатик. Отлично. И снова шкаф. Ух, твою мать. Ладно, сверху что-то появилось, поэтому сейчас полезут. Просто полезут. Он думает, что рвет свой дневник, пока спит. Чувствует, что сам съедает во сне свою жизнь. Я не хочу туда идти. Все, я передумал. Так, нужно что-то решать с этим местом. Давай быстрей. Давай. Давай, пока не произошло что-то нехорошее. Как видите, нас помаленьку откинуло назад. Ну, по крайней мере, мы избавились от непонятного. Да, и теперь оно там. Давай, приступаем. Не обязательно зажечь в виде свет и навести порядок, но это меня успокаивает. Это проще, чем прятаться. Так, тогда я тоже уже не хочу. Проще, чем бесконечно прятаться от этих бабаек. Так, ну что, рискнем? Ты можешь вспомнить что-то еще? Здесь жарко. У тебя жарко? Вы видели ли там снизу что-то? Что это там такое? Там внизу закрыта дверь, поэтому... Не убегай, я сейчас. Поэтому я не думаю, что хорошая идея стоять здесь. Я не могу пойти вниз. Ну и наверх я пойти не могу особо. Ты на твое дитя. Ты дал мне тело. Заткнись, пожалуйста, ты такая страшная. Так, еще одна дверь. Бойся меня. Да как не бойся, ты такая страшная. Так, да будет свет. Вспоминай, родной. Снизу все довольно печально. Ты меня видишь? Нет и не хочу. Так, хорошо. Половина ночи. Твою мать. Что это за хрень? Включай свет. Включай. Включай. Быстрее она возвращается. Быстрее. Давай, давай. Уходим. Уходим нафиг. Оно падет вниз? Оно же не падет вниз, да? Здесь жарко. У тебя жар? Так, оно. О чем ты думаешь? Я думаю о плохом. Совсем и не хорошем. Оно тут. Оно тут. Как тебя, Давон? Звать меня никто. Все, уходи. Его видно в дверях. Так, оно ушло туда. А я могу, соответственно... Ой-ой-ой. Да какого же черта? Вы видите, как это все плохо кончается? Что-то стало совсем сложно. Ладно, допустим. В одну и вспоминай, пожалуйста, быстрее. Хорошо, хоть какая-то помощь. Так, починили. Вспоминай, что есть тут. Мы в относительной безопасности у лестниц. Потому что там они нас достать не могут. Это игровая условность, но она меня спасает. Хотя бы она меня спасает. Так, подожди. Мы что-то можем вспомнить об этой комнате. О, ты перезрал. Хорошо. Рисованные игры не могут быть страшными, говорили они. Чего тут боятся? Боятся. У меня же голос дрожит. Так, ну давай вспомним что-нибудь полезное. Ну хотя бы. Кто-нибудь что-нибудь видит? Тут вспоминать нечего. А вот здесь мы можем... Вот здесь мы можем что-то дополучить. Большая часть ночи преодолена. Но, как вы знаете, это может в любой момент измениться. Пока что все нехорошее выходит из подвала. Давай. Что здесь? Давай. Какая-то непонятная балахонища. Так, а тут ты тоже можешь вспомнить отлично. Ну, как-то вот так. Можно даже прятаться. Нет, прятаться не получится. Но все равно лучше. Гораздо лучше. Так, ничего. Хорошо, пойдем туда. Здесь у нас что-то еще. Отлично. Вот это вот мне очень помогло. Почти готово? Ну, давай, родной. Давай. Фух. Это было не очень просто. Новый монстр. Опять новый монстр. Играем в прием гостей. Накройте стол. Поставьте пустые тарелки и чашки. В центре простой круглый хлеб. Чашки можно накрыть небольшими листками бумаги. Либо сухими кленовыми листьями. Не выключайте свет, но закройте глаза. Мысленно представьте себе лица людей, которые один за другим появляются за столом. Это ваши гости. Игры все жутче и жутче. Мы почти добрались до чего-то непонятного. Так, ну и что? Оно аж вон где. Для начала нам нужно постараться как-то раскрыть секреты этого места. Потому что каждое утро здесь происходит что-то новое, как и каждую ночь. Это был просто сон вот ей дома. Когда я говорил, что... Да, кстати, место опять в принципе точно такое же. Добавилось несколько новых комнат по ощущениям. Но в целом все узнаваемо. Не знаю, я так спокоен, конечно. Но насколько я помню, просто здесь в то время, когда мгновение замирает, не надо грома. В принципе, бояться особо нечего. Вдвое мы одни. Так, ничего не хочешь сказать мне. Судя по всему, нет. Какие-то весы нездоровые. Ладно, и пойдем наверх. Все та же виселица. Закрыто. Так, окей. Без изменений. Но эти комнаты в принципе так нормальные. Нормальные комнаты. Так, и здесь тоже ничего нового. По ощущениям можно смело идти туда и пускать хоть времени в привычное русло. Хотелось бы, конечно, еще посмотреть. Да ладно. Не поддается. Не надо стучать. Прекратите. Это не очень хорошо. Так, починим лампочку. И так, в принципе, мы уже и дошли. Ладно. Допустим. Тоже ничего особенного. Хорошо. Так, ну и вот мы здесь. Когда мой дед ощутил, что его время пришло, он сделал все собранно, сосредоточен. Не хотел умирать, потому что совесть его была неспокойна. Что-то он там не доделал. Чего-то не допонял. Не знаю, успел он или нет. Тогда я был еще очень мал. Нас снова зовут наружу. Пойдемте искать. Чего-нибудь да найдем. Здесь есть хитрость в том, как нужно подходить к этой девушке. Если ты просто ее увидишь и подойдешь сбоку, эффекта не будет. Но если ты снизу поднимешься вот так к ней, то все получится. Вот и наш дом. Поэтому давайте искать. Пока что довольно тихо. Вон, вон она. Нет, нужно было подойти еще ближе. Хорошо, будем искать еще. Не так уж это и сложно. Бороться, искать. Найти и перепрятать. Так, а что это там? Нет, не оно. Где-то здесь. Я чувствую это. Давай, родная, покажись. Я слышу тебя. Ну и где же ты? Не видать. Это она? Нет. Это опять просто... Просто коренья. Я уже даже привык к этому лесу. Я не скажу, что его боюсь. Это просто лес. Хоть и жуткий. Ну, покажись. Нет. Не хочет. Пришли к дому. Давайте проверим за ним. Где-то... Где-то вот здесь. Вот сейчас цена будет. Вот увидите. Ну... А, нет. Показалось. Девочка! Вранье. Идите отсюда в болото. Мне нужна девочка. Где она? Вообще, на самом деле, блуждание по лесу это самый скучный момент игры. Но мы должны это сделать. Поэтому пофиг, что скучный. Куда же ты подевалась, еплона мать? Я начинаю нервничать. Не случилось здесь ничего? И сейчас опять появится в таком месте, где к ней очень сложно будет подойти. Ну? Ах, не прет сегодня. Не клюет. По звукам где-то рядом, но эти звуки не факт, что реально помогают нам. Опять пришли к дому. Так. Вон она. Вон она, вон она. И я не могу к ней отсюда подойти. И с другой стороны тоже. Да. Она просто исчезает. Хотя, если бы я сделал вот так. Ладно, девочка. Черт с тобой. Как видите, здесь какой-то четкой схемы и ее нахождения нет. Остается просто бродить. Вполне возможно, она появится через 5 секунд. Вполне возможно, через 5 минут. И появляется она рандомной и по ощущениям исчезает и через некоторое время появляется в другом месте. То есть, просто нужно блуждать и искать. Девочка. Покажись. Я опять пришел к дому. Идем куда-нибудь в гушь вообще. Можно было проверить, сколько здесь вообще тропинок, потому что по ощущениям мы сейчас вот так вот будем идти и опять придем к дому. Тихо. Я видел ее. Вот и ты. Но опять в таком месте, что я прям не знаю. Вы видите это, да? Давайте я попробую прийти к ней с другой стороны. Так вот, спрячем ее от себя. Пройдем куда-то вот сюда и попробуем. Нет. К сожалению, не срабатывает. Получить ее можно только одним макаром, как я понял. Девочка, ты меня начинаешь бесить. Часло. Ага, попой мне еще. Опять дом. Что ж такое? Здесь 9 или 10 колец, по которым мы бродим. Причем каждая разная длина. Ну, то есть тропок. Тропки здесь кольцами расположены. Если пойти в одну сторону, можно выйти с другой. Можно в легкой ориентироваться со временем здесь. Или нет? Вон опять дом. Какого черта? Ох, девочка. Ну, девочка. Так. Еще один рывок. Так. Нет. Все равно ничего не нашлось. Это не она там? Нет. Просто еще один сучковитый коврик. Я тебя все равно поймаю. Не сомневайся. И мы опять пришли к дому. Отлично. Хоть какие-нибудь направляющие бы. Это бы настолько облегчило мне задачу, что я прям не знаю. Кошка, хватит грызть провод. Ты посмотри, как сложно найти. Ох, я начинаю уже злиться просто. На самом деле, нет, конечно. Но все же, где же ты? просто исчезла. Может, она исчезает после нескольких попыток, которые нам даются на ее поимку. Да нет, это было бы слишком тупо. Девочка, ты где? вон она, вон она. И мне опять... Да что ж мне так не везет-то? Короче говоря, прохожу чуть левее вон того дуба и таким макаром выхожу прямо на нее. Но это опять же не получится. Но я должен попробовать. Вот так вот. А ее тут уже нет. Короче, знаете что? Давайте мы на этом прекратим, наверное, в следующей серии продолжим поиски и, соответственно, либо найдем, либо не найдем ее, потому что так этим можно заниматься очень долго. Что за мальчик, пожалуйста? Новые монстры меня совершенно не радуют. То, что я увидел, это, по-моему, не очень хорошо. Потому что эта тварь, хотя и была не такой страшной, как то невидимое существо, которое крылось по стенам. Так, вот она. Но, тем не менее, все-таки давала неприятных ощущений. Что? Я совершенно не понимаю, как вылазить, потому что сейчас я все сделал идеально, просто. Ох, не знаю. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Я думаю, мы сначала следующей серии сразу пойдем к себе в дом или попробуем еще все-таки один раз поймать. Но, как бы там ни было, по-моему, было интересно. Мне игра все больше и больше нравится своим сюжетом и тем, что мы постепенно начинаем понимать, что здесь происходит. Но при этом я все меньше и меньше пугаюсь. То есть, я отработал систему. Хотя я вру, на самом деле, как мы в этой серии напугались, когда привидение было прямо рядом с нами. В общем, довольно приятная игра и то, что поначалу я ее чуть ли не зарубил. То есть, не могу сказать, что с самого начала она произвела на меня большое впечатление. Как бы там ни было, это было ошибочно и я рад, что в итоге у нас все получилось. И теперь я чувствую, что мы скоро пройдем эту игру. Как минимум, пару ночек еще предстоит здесь проночевать. Так что, увидимся. С вами был Артур. Тихо. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова